Ребят, всем привет! Сегодня быстренько посмотрим на Яндекс станцию Lite, расскажу, чем она отличается от обычной станции Mini. И давайте сразу с этого и начнем. Значит, тут у нас мощность 3 Вт, здесь у нас мощность 5 Вт, она мощнее. В станции Lite у нас Bluetooth 5.0, здесь 4.2. Mini умеет работать только в Wi-Fi 2.4, здесь 2.4 и 5. И плюс, здесь у нас есть управление жестами, вот здесь вот такой датчик приближения, здесь такого нету. Но в Mini есть выход на 3,5 мм и можно подключить к любым колонкам извне. В Lite нельзя этого сделать. Но в Lite у нас очень много цветов новых появилось, их целых 6 и у каждого цвета свой характер. Небольшая распаковка, посмотрим, что внутри. Понятное дело, что зарядное устройство в сеть и сама станция в комплекте. Даже есть наклеечки вот такие вот. Сетевой зарядное устройство и кабель USB на Type-C. Сама станция, интересно. Что там внутри такое шатается. Интересно, так должно быть или нет? Или какой-то винтик просто, наверное. Ну, конечно, наверное, мне так повезло. Потому что там просто... Там реально внутри что-то болтается. Ладно, и фиг с ним. Сенсорное управление, выключение микрофона, минус, плюс. Здесь у нас пауза, 4 микрофона. Отделка у нас полностью из пластмассы. Но она мощнее у нас, чем обычное мини получилось. Сзади у нас только Type-C. Да, в принципе, и всё. И снизу резиновая подложка. Я живу внутри вашего устройства. И сейчас расскажу, как его настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс. Ну и просто её настраиваем. Кстати, теперь подключается немножко поудобнее. Она по блютузу связывается с телефоном. Ваша колонка настроена. Осталось только обновить прошивку. Алиса, включи металлика Master of Puppets. Ну, звучит она явно мощнее, чем обычное мини. Да. Без басов, но вечеринку, конечно, не устроишь. Из минусов нельзя добавить сюда теперь колонки. Вот, поджекторы с 1 миллиметром. Из-за того, что колонки сюда нельзя подключить. Она стоит дешевле. Она по материалам отделки. Не такая вот, как бы, тряпочная, как мини получается. Здесь нет управления жестами. Но при этом она мощнее. Ну, про характер говорить не буду. Потому что характер это так. Конечно, можно сказать, не любитель. Из-за того, что ты разные цвета покупаешь. Там у каждого цвета свои приколы. Данная станция занимает место уже, получается, ниже, чем Яндекс.Мини. Поэтому она на 1000 рублей дешевле идёт. Вот, потому что она такая, можно сказать, light. Но выглядит она, как бы, значительно, значит, дороже. Ты бы сказал, что она стоит дороже, потому что она больше сама по себе. Вот такие вот дела. Про весь функционал Алисы я вам сейчас в этом ролике рассказывать не буду. Потому что, я думаю, что многие из вас уже об этом в курсе. Ну, а следующий ролик я сниму более подробнее. Расскажу Яндекс.Мини и станция light. Спасибо, что досмотрели. Давайте, до новых встреч. Пока.